МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ушло в частные руки, и уже в советское время в Павлове была большая своя оранжерея – павловский лимонарий. Как так вышло, что ты занялся серьезно этой историей? Я потомственный лимоновод. Лимоновод? Лимоновод. Лет 70 назад моя бабушка, когда еще была девчонкой, взяла себе черенок лимона, и у нее получилось укоренить. Она жила в центре, недалеко от места, где причаливали теплоходы. И к ней стали приходить туристы, и она стала уже это все продавать. Ну, а чем он от других лимонов отличается? У каждого в Павлове свой павловский лимон. Это, опять же, играет в счет второй теории, что ни одну веточку принесли, а, скорее всего, собрали все цитрусовые, которые были, которые получилось развить и черенковать. Вот они, павловские. И сейчас павловский лимон – это синоним комнатный лимон. Смотри, вот кроме павловских, из популярных, есть лимон Мейера. То есть это гибрид лимона и апельсина. То есть когда его режешь, он пахнет апельсином, а на вкус кисленький, с легкой горчицей. Серьезно? Прямо соединено? Хочешь попробовать? Конечно. Оп. А как пахнет он? Ногтиком, ногтиком. Ух ты. Ну, это же просто можно его срывать и идти по улице и есть. Да, да, да. Прямо по павловской слободе. Пошел. Следующий сорт, который я хочу рассказать тебе – это сорт фондероза. Это гибрид лимона и грифрута. Вот это да. Просто ощущение, можно спортом заниматься, какой тяжелый. Да, это сорт они до килограмма вырастают. Это кунгкват. Так. А, пробуй, правда. Он внутри, да, лисенький, а кожура сладкая. О, этот кунгкват всем рекомендую. Очень вкусно. А это? Так, это павловский мандарин. Растение само по себе не очень большое, но при этом оно умудрилось сделать среплод. То есть настолько вот они производительны. Получается, что каждый может взять вот так черенок и у него на окне вырастет? Теоретически каждый, если создаст необходимые условия. Как удобрять? Лимоны удобряют очень-то конским навозом. То есть настольный... Короче, лошадь надо заводить, все, я понял. Ну а что? Ради вкусного лимонада из лимонов с собственного подоконника и не на такое пойдешь. И конья заведешь, и спортом займешься. О-о-о-о-о, пошло-пошло. Леточка мяты, долька апельсина, газированная водичка и готово. Ой. Вот не зря говорят, если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. Ну а коль приехал в купеческий регион, то готовь, например, кулебяк.